Всем добро и здравия, дорогие друзья! С вами Тархонт, это Hearts of Iron 4, и сегодня мы восстановим Австро-Венгрию за Австрию. Играем мы в Iron Man без всяких модов, с полностью возможными для выполнения ачивочками. Изначально мы будем идти по пути полного расширения и доминирования в своем регионе, так как нам надо забрать территорию Югославии, Венгрии, Чехословакии и немалую часть Румынии, дабы поражать решение и создать, наконец-таки, Австро-Венгрию. Поддержка фашизма уже 50%, но дальше ее развить никак не получится, поэтому беру фокус на 120 политки и на накопившуюся политку беру советнику, который будет поддерживать фашизм. Благодаря этому открывается веточка решения на проведение референдума. Туда еще надо вложиться порядка 150 очков, и политки только тогда, наконец-таки, у власти будут фашисты. Это делается банально для того, чтобы иметь возможность оправдывать войну на соседей раньше времени. И нашей первой целью будет Венгрия. Война с Венгрией началась 4 января 1937 года в 4 утра. Первый день особых военных событий не происходило, мы просто стояли на границе и ждали, кто же начнет первым атаковать. К сожалению, из-за того, что я уже на данный момент вступил в войс и Третий Рейх привел на границу дополнительные войска, венгерские войска меня не атаковали. Хотя в другом бы случае, если бы я был без поддержки, то они бы начали меня самостоятельно атаковать и тем самым убили бы свою организацию. К сожалению, моя оплошность, но пришлось атаковать нам самим. Да, атаки были не очень удачные, но прожимая раз за разом наступление, тактику наступления, с грехом пополам нам удалось начать выдавливать противника. Самое тяжелое это был именно начальный этап, когда продавите с первой провки, а дальше нам уже удалось зайти вглубь, сделать окружение сначала 4 дивизий, потом еще нескольких дивизий и быстро-быстро-быстро пробиваться сначала к Будапешту, а потом и к другим победным точкам. И Венгрия, несмотря на свои попытки нас держать на то, что еще у нее есть армия, и в целом, если бы она ее руководила, были бы какие-то шансы, она ровным счетом ничего сделать не смогла. И, кстати, 29 марта мы уже подписывали мирный договор, по результатам которого Венгрия полностью перешла под австрийское управление. Самые внимательные зрители мог бы уже заметить, что на границе с нами очень много югославских войск. Это было не просто так, а связано с тем, что я одновременно с оправданием на Венгрию начал оправдывать войну и на Югославию. Разница в итоге 100 с небольшим дней, но благодаря этому мы можем напасть с вами на Югославию, и за нее никто не будет заступаться, так как напряжение было в районе 24-х самое максимальное, но и постепенно оно падало, так как напряжение в начале игры умудряется еще как-то падать, а не быть у сотни уже потом, когда разгорится мировой пожар. В итоге в октябре начинаем войну, и да, сразу же начинаем активно давиться участками. 24 армии это чисто пехотная, и остальное это 5 кавалерия сделать специально ради того, чтобы умудряться прорываться, окружать и делать еще что-то в этой тяжелой войне. Белград пал достаточно быстро уже к 21 октябрю, но это было недостаточно. Я думал то, что благодаря дебафу в минус 30 стабильности, которая есть в Югославии, она будет очень быстро повержена, но нет. И даже взяв Сараева, Югославия еще сопротивлялась и была готова воевать дальше. Я такой, вот тебе здрасте. То есть быстрый конный блицкрик от Австрии в данном случае явно никуда не шел. Поэтому приходилось очень тяжело, на самом деле, пытаться окружать войска, обходить их как-то, прорваться. Да, я еще не отошел от стратегии быстро бы пробиться к Загребу, к Сплиту и к основным победным очкам, но Югославские войска уже начали отступать, отводить свои основные вооруженные силы и пытаться меня выбивать. Я уже понимал, что да, напряжно, да, тяжко, да, в скором времени нас могут отсюда бамс и все, но, к счастью, с трудом пополам нам даже уже удалось сделать окружение на 6 дивизий, к Любляне пробираться. И я такой, тайминг, тайминг, время к времени уже надо, 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 жжет, время-то идет. И только уже, когда я взял Любляну, а потом, когда я только пробился в сплит, лишь только тогда Югославия сказала, я сдаюсь. А вы ведь еще не забыли то, что у Рейха есть фокус на аншлюса в Стриде, и вам, наверное, интересно, как же я от него избавился? Банальным способом. Рейх начинает оправдывать этот фокус, тем самым призывая меня к присоединению, я в этот момент начинаю уже оправдывать войну против Китая. Если что, то оправдание на Китай занимает всего 50 дней, то есть меньше, чем выполнение фокуса, а фокус выполняет 7 дней. И также учите, что после появления решения, где вы либо соглашаетесь на присоединение, либо отказываетесь, еще 10 дней есть ожидание. То есть у вас 80 дней, ну 79, на то, чтобы успеть оправдать войну за 50 дней. Поэтому даже если вы немножко не рассчитали, то у вас есть запас времени. Поэтому учтите это. Естественно, я нападаю на Китай, призываю за себя же Третий Рейх, он соглашается, и тем самым мы вместе с ним воюем. Дальше, когда уже приходит тот самый пора, когда он мне предлагает, согласен-то остаться или нет в оси, присоединится ко мне или нет, я говорю ему нет, он меня выкидывает из Альянса, но потом сразу же зовет обратно, при том не только Рейх, так еще зовет обратно в Альянс и Япония, даже не в обратно, а к себе в Альянс Японии. То есть можно так переметнуться, и БАМС оказаться в Японском Альянсе, если вдруг кому-то из вас это нужно. Но, по-моему, помощь от Рейха намного-намного нужнее. 28 февраля 1938 года, в 9 утра, отстребила войну Чехословакии. Это было ожидаемо, и за Чехословакию все-таки заступилась Великобритания. То есть не бросили ее. Если бы был какой-то Рейх, то Чехословакия не важна. А если тут какая-то Австрия пытается захватывать, то это уже надо, надо, надо как-то заступиться. 24 дивизии у нас также ударных, 5 кавалерийских для окружения и прорывов, но еще 4 дивизии добавили, из которых охраняли порты, если что, потому что у нас есть морская граница, и высадки, высадки, да, это то самое ожидаемое, что здесь как раз-таки и будет. Минуса сразу же обороны Чехословакии, то, что она оставила две провки, одну из них притом победную, свободными, и тем самым мы смогли туда достаточно быстро пробиться. Ну и все, естественно, связав боем другие территории, другие войска, чтобы они не смогли отступить. И тем самым хвостик нам, так называемый Чехословакский, где как раз-таки Словения находится, нам удалось закрыть. Словакия, прошу прощения. Но не так уж это было и быстро, и не так много эта дивизия нам закрыла там. Причем эти дивизии, кстати, по секрету, проживут еще долгое-долгое время. Потом очень интересно то, что в эту войну ворвется Рейх и Италия. И я такой, чего? Какого черта вы на Чехословакии ворвались? Но как-то они тоже начнут атаковать, пробиваться на чехословацкие земли. Я такой, такс, 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 думаю, ну да ладно, типа, хорошо, раз взялись, так взялись. В итоге я усиленно начал пробиваться к Праге, дабы отбить Прагу, взять под свой контроль, и тем самым, чтобы ни один регион не передать Третьему Рейху. Но это было бы вообще потому, что неинтересно, скажем так. Было бы не очень красиво. Но в итоге с трудом одна дивизия наша атаковала одну дивизию врага в Праге, то есть один на один в марте. Как раз основные баталии там начались. Но все равно, несмотря на это, долго противник держаться не смог. Уже 14 марта, под конец 14 марта, была объявлена капитуляция. И единственное, что на 15 марта осталось, это три советские дивизии, которые такой думал, ой, надо сейчас с ними разбираться. Но, к счастью, так как Чехословакия капитулировала, то эти дивизии тоже ушли. И по результату, на 17 марта у нас собраны все земли, кроме Воеводины, ой, прошу прощения, кроме Кришаны, Северной Трансивальной и Трансильвании. То есть три территории от Румынии нам надо забрать, и все. Австро-Венгрия будет создана. 1 мая 1938 года в час утра у нас было готово оправдание, да и сразу же, собственно говоря, и началась эта заварушечка с Румынией. Они быстренько начали меня пытаться атаковать. Я такой, ну, пытайся, пытайся. Шансов у меня, естественно, в атаке никаких не было. Но надо дать должное, что Румыния не стала потом бесконечно так раз за разом бить и убиваться. Я на это делала ровно до той поры, пока не пришли войска Третьего Рейха типа мне на поддержку. После этого уже прекратилось кое-какое сопротивление и нападение. В этот же момент, 24 мая, на нас огромнейшая высадка пошла. Там сколько, более 10 дивизий ВБ, там союзники потом ее пошли. Я такой, черт, вот это реально проблема. Притом, скажу вам по секрету, они доставили там реально немало сложностей, потому что, ну, сами понимаете, четыре дивизии, притом не до конца обученные, против 15 вражеских дивизий, хороших, сносных, годных, это, конечно, один на один, как говорится, не приходится. Война в Румынии была достаточно тяжкой операцией, если так говорить, и заняла. Она у меня 20-ишним игровых минут, если что. Да, я не везде вручную руководил, но старался. Первое успешное, что удалось, это сделать небольшое окружение на две дивизии. Я такой, во, уже небольшой плюсик, уже чуть продвинулись, уже две дивизии, но вражеские будут уничтожены. Дальше, опять же, приходилось атаковать, притом через силу, понимая, что шансов мало, но на самом деле, в основном все атаки и прорывы проводились там, где у врага была одна дивизия. То есть, да, враг не везде выстрел по две, по три, а вот где одна, это вполне себе было несложно, мы прорывались там, удавалось пробиваться, и, да, та же самая схема, семь кавалерийских, ну, на самом деле, пять кавалерийских, два горнострелковых у нас активно участвовали в прорывах, а остальные 24 были на поддержке и на том, чтобы хоть как-то задержать врага, если он вдруг решит пойти в контратаку. В итоге, в 23 июля, там еще одна попыточка окружения была, но не совсем, скажем так, она изначально удалась, они пошли резко в контратаку, пытаясь как-то выйти из этого окружения, я такой, нет, я вас не выпущу, и в итоге, к 3 августа, мне удалось запереть там сколько, три дивизии, две и две, то есть вполне себе семь дивизий, так, удалось окружить, я такой, о, нормалек, жизнь уже прекрасна. После такой потери, Румыния уже стала сложноваться, границу держать, и я стал продвигаться дальше. В частности, удар больше был по Бессарабии, направленный на тот регион, они обороняли как-то слабоватенько, а вот горную гряду свою, да, держали только в путь. И я только в этот момент примерно заметил, то, что творится жесть большая высадки, там уже атакуют одну мою дивизию в порту активно, там уже 6 или 8 процентов, ну, единичек этого шанса, что я выживу, я такой, о, боги, нет, 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 за что? Кстати, вот во время Италия и Рейх воевали усиленно с Францией, которая там за единичку заступилась, я такой, ну, воюйте, воюйте. Нет, что, я не против. Другие уже все лето прошло, уже осень наступила, конец сентября, начало октября, я еще все воюю с Румынией, прикиньте, какая долгая война. В октябре удалось еще одно небольшое окружение сделать, ну, и в целом я так по чуть-чуть, по чуть-чуть окружение это делать успевал, и умудрялся. Но самое важное то, что я к Бухаресту вроде бы подобрался, вроде рядом, в ноябре уже прямо у него стою, да, могу дальше прорваться, но стоит мне прорваться, рядом с ним, а хоп, меня откидывают, и заново, и заново, и в итоге кое-как там, там, там приходилось именно дожимать Румынию полностью, то есть не просто пробиться в снаре территории Капитулерс, а именно мне ее приходилось дожимать. В итоге к 28 ноября я только окружил Бухарест, а все остальные войска остались без снабжения, но они еще пытались вывать, снаряги им хватало, поэтому я такой, так, надо активно, активно всеми войсками пробивать именно Бухарест. Ну и 6 декабря в 17 часов где-то он пал, ну и естественно на следующий день мне сообщили о том, что Румыния капитулирует. Я такой, о, да, но я остров Венгрище создать не мог, хотя вроде уже декабрь, все, 38-й, а все дело в том, что один прибрежный регион смогли взять под свой контроль британцы, при том не просто британцы, а много британцев, там 30 с лишним их дивизий, я такой, нифига себе, типа, вот это даст, вот это армия, и я в итоге привел туда 24 армии, еще 7 своих кавалерийских, еще 13 другая, которая как раз обороняла всю эту территорию и просто бил, бил, бил в лоб, то есть не давая им восстанавливать организацию, да, понимаю, что сил у меня меньше, но это сопротивление реально сломбливалось очень долго, я даже к 3 февралю их только сдвинул до 3 провок, ну, вы понимаете, в одной 13, в другой 17, там еще пятера, и эти войска ВБ держатся только так, лишь 16, к 16 февралю мне удалось их с порта выгнать и оставить в окружении на одной пробочке, ну, естественно, одну пробочку, потом активно атаковал, атаковал и убил, ну, и в феврале, 25 февраля, нам выслалось то, что возрождение государства, Австро-Венгерская империя, самое важное событие в этом деле же, конечно, то, что количество рекрутов подлетело с 2000, там буквально, до почти 3 миллионов, я такой, о, да, вот это именно прекрасно, Собственно говоря, на этом все, спасибо за просмотр, дальнейшая игра завтра возможна, и даже в какой-то степени очень легкая, так как 3 ляма рекрутов в запасе, хорошая промка, друзья-союзники, которые еще не слили свои рекрутов, ну, если вам будет интересно, то обязательно пишите об этом, я продолжу, и, возможно, сделаю свою Австро-Венгерскую империю, свою блок центральных держав, сделав третья рэх, Италию, Османскую империю, своими марионетками, естественно, внедрив их свой в альянс, если вам будет это интересно, то обязательно пишите об этом, ставьте лайки под это видео, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч, пока-пока.